Значит, поговорим немножко о деконцентрации, о которой я почти ничего не знаю. Это концепция Олега Бахьярова. В чем дело? Потому что у нас Паша вообще уникальная личность. Я наблюдал, просто я покупал через свою карточку мой билет, ворсний волочок, как он оттуда выезжал и как он туда приезжал. Ну, само собой, совсем не бывает, когда некоторые люди опаздывают на поезд. Но Паша опоздал на поезд в исключительно циничной форме. То есть он был специально отправлен на тот самый поезд, на который нужен. После этого, значит, оказалось, что ему потребовалось покурить, а курить там теперь негде. И пришлось идти в галерею. В результате он на поезд свой опоздал. И ночью мы ему опять покупали уже билет на следующий поезд. То есть я по карточке, и потом скидывал ему эти втенны и туда дальше. Ну, это было бы, совсем не такое бывает. Но дело в том, что это было только начало Пашиных приключений. Потому что, как потом выяснилось, он был выкинут с силой в Балагуя, да, ты был выкинут? Подравшись с проводником, и был сдан в местный участок. Где слава с собой решили, то есть это ехать до Вышнего Волочка, выйти, покурить, подраться с проводником, быть сданным в участок. Это все в течение нескольких часов. После этого там оказались тоже менты, тоже спецназы, которые сказали, ну, садись на электричку и туда поезжай. И кто-то более-менее нормально доехал. Отлично. То есть речь идет о некой специфической личности, которая, несмотря на то, что прошла войну и любит там воевать, по повседневной жизни приспособлена очень слабо. Да нет, нормально приспособлено. Нет, это не так. Ну, тем не менее. Ну, хозяйство было у него, ну, что ты рассказываешь? Ну, так я, что хорошее-то? Ну, нет, это значит, приспособлен к жизни, если бы просто... А вот расклад есть чуть в другом, как правильно сказать. Неприспособность к жизни как раз в ряд. То есть к нормальной жизни я приспособлен, наверное, чуть более даже, чем хотел. Хотя по той причине, что нет практически ничего из того, чего я хотел бы достичь, и я этого не добивался. В данном случае это... Этиотское стечение обстоятельств, вот конкретно взятый случай, причем, видать, для чего-то нужное. По той причине, что первый раз в жизни я вообще слышу, чтобы проводник первый, да, полез в драку. Хотя я ему мягко и культурно объяснял. Ну, я покурил, это нехорошо в тамбуре курить, да. Но, в принципе, я вам за это плачу, да, в смысле за билет. Поэтому было бы неразумно мне тыкать к клиенту, да. Я своих клиентов, если он что-то делает, я их уважаю. А меня тыкать, вот так перебить нельзя. Да, да. То есть речь идет о некой повседневной жизни, когда ты напряжен на что-либо еще, на тебя как бы напасти проходят стороной. Значит, Олег Георгиевич Бахтияров... Постоянно, значит, наблюдал за участниками боевых действий, и он увидел, что некоторые люди обладают чрезвычайно специфической способностью к выживанию. Которую называют деконцентрацией. Не в том, что ты сосредоточен, постоянно думаешь, куда тебе сейчас бежать, куда не бежать, что с тобой происходить. А возникает некоторая ситуация расслабленности. Тогда, говорит он, что каким-то счет какого-то периферической ситуации, человек видит, например, может знать, где находятся мины. Или может знать, где находят, какое-то место обстреляют. И по воде ходят, да. Ага, хорошо. И по воде. То есть ресурс был такой деконцентрированный, правильно? Да, очень. Очень. Не, ну Саша рядом то же самое ведь рассказывал. Как по Афганистану ходил. Да, да. То есть просто другой пример. Ни на чем он выглядит не фиксируется, и все убили. Чешую пойму на какой-то инструктор, это пример из жизни инструктора. Там он готовил спецназ. Его тут же убили. Через два дня. Да. Так что это все, что ты говоришь, это... А я что говорю? А я с чем говорю? Вот он правильно говорит, знаешь о чем получается? Ну как правильно? Тот же самый, вот, рядом со мной, в один и тот же момент, находились люди куда как более профессиональные, да. А заканчивали плохо. Причем в момент, когда я, вот, когда я хотел пробежаться, вот в момент ранее, вот, пробегусь, да. И пробежать хотел по той стороне, где от человека не осталось практически ничего. То есть, в этот момент чуйка клацнула. Чуйка не... ну, просто желание сделать это там. То есть, в данном случае, как правильно назвать? Метофизические понятия, да, какое-то, что-то сверхчувство, или как это назвать? Мистические. Мистические, да, интуиция и прочее. Здесь сработало, причем не на уровне сознания, да, а просто вот, вот, желание, как у животного взять, соскочить и прочее. А по счету вот того, что он говорит именно, Игорь, тут не привычка к войне, или еще чего-то правда. То есть, переиграл уже, вот, в тот момент, в момент получения ранения, еще сам обнаружил, вот, просто, как смотришь кино, не страшно. Это плохо, вот, когда с тобой уже такое случается, надо завязывать. Правда. Когда не страшно? Да, когда вообще не страшно. То есть, просто, вот, как кино посмотрел, и все, то есть, страшно не было совершенно. Ни до, ни в момент ранения, ни после ранения. То есть, вот, а работало все как часики. Вот, наверное, и об этом, да? Да, об части, да. То есть, вот, какое-то вот такое специфическое отношение к миру. Ну, оно, понятно, что о нем говорится, как деконцентрации, потому что, поехать на электричке, нужно немножко сконцентрироваться. Ну, например, не выходить и не покупать сигареты тогда, когда это не нужно. Ну, вот, тем не менее, вот такой странный феномен имеет место быть. Это речь идет, в первую очередь, о людях, которые по какой-то причине ухитряются выживать в какой-то странной ситуации. Подготовленный инструктор, занимающийся спортом, бегающий кросс по вещам, тем не менее, встречается по горам, встречается с миной именно в тот момент, когда он должен с ней встретиться. А человек, который находится в неком другом состоянии в каком-то, понимает, что туда в этот момент какая-то чуйка его заставляет, и туда он не идет. И вот эту самую ситуацию, она совершенно непонятная, откуда как-то с ней работать, тоже совершенно непонятно, но такой странный эмпирический факт имеет место быть, на мой взгляд. И мне Паша в очередной раз его подтвердил. Потому что это речь идет не о преиспособностях жизни, но когда ты находишься в ситуации деконцентрации, ты опаздываешь на поезд, потому что надо сконтретироваться на том, проверить билет, где он у меня лежит, купил ли я сигареты, прийти и что-то сделать. И тем не менее вот такая ситуация происходит. И тем очень интересно, что эта ситуация деконцентрации позволяет человеку в каком-то степени спасает ему жизнь. Потому что я многократно говорил, что мы смотрим, сознание состоит не в том, что мы все сознаем. Сознание – это способ не видеть мира, как память – это способность забывать. Память – это не способность помнить, а память – это способность забывать, в первую очередь. Потому что тот поток информации, который хранится у нас в мозгу, нам не нужен, мы должны от него избавиться, как от некой навязчивости. Точно так же, как и сознание. Вот сейчас, многократно я это говорю, падает пыль, и мои глаза его видят вот со всюду. Но для меня это факт не важен, чрезвычайно. Точно то и здесь. И способ обратный оказывается, когда мы можем отказаться от многих вещей, которые мы считаем существенной своей жизнью. То есть это напряженная работа сознания. А напряженная работа сознания, она как раз состоит в том, что мы не видим, что такое пыль. Мы отказываемся от большого количества вещей. Когда я сконцентрирован, я проверяю билет в своем кармане, и прихожу к поезду им тогда, когда нужно. А когда я деконцентрирован, ты за это получаешь определенного рода странные вещи, то есть странные эффекты, которые часто на войне позволяют и выжить. А вот Шипулин сегодня мы смотрели, там губерния подтверждала, что он проиграл сегодня, именно потому что был сильно завяжен на победу. Ну, это другой вопрос. Это другой вопрос, да. Просто вот эта вещь, которую я немножко понимаю на примере Паши, то есть на человека, прошедшего мясорубку, в общем-то, самую сложную часть войны, сейчас, может быть, еще хуже период, да? И тем не менее выжившие в так время, как это не удалось большинству сотрудников по группе Рязани, так понимаю, да? Нет, нет, там куча народа уже выросла, это нормально все. Просто это был один из тех дней, где потери были максимальные за все время существовало. Ну вот, то есть вот... Получается ли так, что у тебя, ты противопоставляешь умения против какой-то там, я не знаю, института? Да, 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 отчасти да, отчасти да. Нет, понятно, что умения важны. Вот, смотри, когда мы занимались против немецкой Германии, немцы, это как раз на стороне немцев был вот этот разум, рассудок, да, вот это умение, там, самая, там, передовая армия, там, самая обученная, самодисциплированная и прочее. И мы, да? То есть наша армия, наша советская армия, она какая была? Да, кажется, вот такая вот инстинктивная, такая разваленная, расхлябанная. Да не знаю, я не знаю. Какой период в Варенаде берешь? Ну, именно, это имеет в виду война великотеческая. Ну, сорок первый, сорок пятый, какой какой? Ну, да, да, ну, я просто в принципе имею в виду. Какой год? Есть же две стихии, получается, стихия его рассудочная, когда ты действуешь, исходя из никаких правил. Понимаешь, допустим, что усовываться, не надо что-то знать, может быть, что там... Да, да, да. Проще какие-то там... А есть определенная некая ситуация, полуинтуитивная, когда ты начинаешь понимать, где там находится мина, что в какой момент прилетит снаряд именно в эту точку, и всякую вот эту вещь. Это может казаться мистикой, но она его по каким-то образом... Нет, ну, рационально действующий субъект в урночном окружении всегда проигрывает. Ну, это да. Ну, это да. Я чуть дополню, тут получается, что человек не знает, что что-то прилетит. Он знает, что в текущий момент времени, в конкретно взятом месте, ему находиться почему-то... Да, да, именно так. Это правильно. Именно так, да. Пописать, пойти с кем-нибудь поговорить с другом, мамке позвонить, еще что-то. То есть, взять и просто отойти. Он отходит, а тут и нет. Вот, все. То есть, на самом деле, он головой все равно не понимает, что будет. Да, не понимает совершенно. Это чисто звериное... Понятно, что надо уметь стрелять, надо уметь разбирать автомат калашников. Мы, как рационалисты, сегодня посчитаем, что это случайность. И несколько совпадений не дают нам возможности утверждать, что нечто особенное существует. Может быть. Может быть. А тут я вот просто скажу точно, что случайностей просто не бывает. Вот. Прям вот не бывает и все это. Может. Мой собственный подход. Я сколько замечал, что маленькая вещь, которую я не сделал, да, по какой-то причине, она в дальнейшем тащила за собой целую цепочку событий. И в результате я оказывался совсем другом. Если просто как. Если на них не обращать внимание, как Игорь говорит, да, на разные мелочи, да. Вышел ты на минуту позже куда-то. Вроде бы мелочевка, да. Но если смотреть дальше, чем сегодняшний день, то оно на самом деле может толкнуться через полгода. Через год. Вот как, не знаю. Но есть такой фильм «Осторожно двери закрываются». Там как раз девушка в метро забегает и как бы… Либо успевает, либо не успевает. И показывает две параллельные истории, что с ней происходит. Одна успела, как бы, и что с ней происходит, и другая не успела. Ну вот это вот из этого разряда. Не, ну каждый день… Но мы не живем в недетриминистическом мире. У нас есть свобода. И поэтому мы можем выбирать, да. Да. И за то, что мы можем выбирать, на самом деле есть случайность. Просто вот она… Если бы ее не было, то там и свобода нет. Надо чуть подробно. Каждый раз, да, перед выбором нам выкидывают… Нам выкидывают не случайность, да. Нам выкидывают случайным образом сделанный выбор, да. Перед нами он просто выбрасывается. Ну нет, есть какое-то многообразие выбора. Как в лотереи, да. Каждый раз перед тобой выпадает, выбирай, черное или белое, да. Да. Причем выпадает в первый раз шарик, а второй раз кубик, а в третий раз там, не знаю… Пирамид может быть не только два, а много выборов. Да, и выборов еще много. Но каждый раз именно момент времени, да, и что выпадет, пирамидка, кубик или шарик, да, никто не знает. Да. Именно вот это случайно. А выбор как раз, пожалуйста, он за тем человеком, который хочет выбирать. Что выбрать? Черное, белое, красное или зеленое. А сам факт выбора, да? Да, сам факт выбора, это зависит от человека. Но момент, да, когда он будет выбирать, это не его. В любой случай, вот прямо сейчас, да, прямо сейчас кто-то стоит перед каким-то выбором. Причем он вообще настолько ничтожный, да, что ой-ой-ой. То есть выбор нам предоставляется, мы не выбираем сам выбор, вы хотите сказать? Нет, наоборот получается. Нам выбор, вернее как, момент, я же говорю, момент выбора, да? Это мы не выбрали. Но мы выбрали сам выбор внутри выбора. Да, да, да. А момент как бы нам как бы, ну, детерминировал. Вот это да, он просто, вот он случайный. Но тем не менее, все это все заканчивается какой-то из одних, из общих веток. Вот здесь я вот так, вот так выбрал, вот так, вот так. Вот, допустим, можно я нарисую, да? У нас как получается? Вот точка, вот она, первая точечка. Первый выбор, да? Вот несколько там финальных точечек. Здесь я выбрал вот так, да? Вместо того, чтобы вот сюда пойти, но здесь я не выбрал. А вот здесь выбрал вот так, да? Ну, рано или поздно я окажу все равно в какой-то из финальных точек. Все равно понятно. В жизни, вот как мы говорили, этот автомат с конечным числом состоять. Все равно она есть. Грустно так же есть. Нет, почему? Он все равно есть. Как это? Машина Мура, да? Я забыл. Конечно. Да. То есть, как бы мы не выбирали, все-таки есть несколько только, ну, как несколько, их не десяток, их может быть миллион, да? На нас на миллион хватит, да? Окончание. Понятно. Да, но итог как бы все равно, да? Пути могут быть разные, а итоги это один. Да. Комный географ. Капутки, да. Комный географ это такое. Это понятно, это безусловно, в принципе. Так что выбирай, не выбирай, все равно получишь. Да, да. Путин. Путин. А я просто вспомнил хорошо забытую одну штуку. Какая вот эта деконцентрация, кто это? Бахтияров. Бахтияров, да. Ты знаешь, это все сильнейшим образом напоминает то, чему, не знаю, последние несколько тысяч лет учат на Востоке, когда учат боевому искусству. То есть там, в чем дело, есть вот такая метафора, как ведет себя воин на поле боя. Он подобен листку, сухому листку, который гонит ветер в куче других листьев. И тот, собственно говоря, выживет. Нам, кстати, очень любопытно, что генеральная идея, идеал восточного воина не тот, кто победил, а тот, кто выжил во всей этой хренатине. Так вот, выживет тот, кто максимальным образом расслабится и отдастся полностью вот этому течению. Только того, как бы, целым более-менее выбросит. И все. И в этой связи я вспоминаю рассказ, ну, некий впоследствии мастер боевых искусств. Ну, в смысле, вот это вот ушел, вот это благородное искусство мордобоя с оружием или без. В Китае. А, значит, он там лет 15 усиленно занимался этими замечательными искусствами. И вроде бы технически овладел, ну, вот просто всем, что только можно. Он мог делать все. Но при этом он по-прежнему, во-первых, его никто не считал мастером. И он сам себя не чувствовал мастером. До тех пор, пока не случилась следующая история. Это было во времена восстания боксеров, то есть это начало 20 века. Когда, значит, китайцы с голыми кулаками кидались на англичан, вооруженных огнестрельным оружием. И, в общем, заканчивалось это плохо. И вот англичане там, типа, была какая-то заводушка в их деревне. И он, в общем, удирал от англичан. Вот. И бег его привел на место, где просто вот обрыв, там, 50 метров вниз, соответственно, скалы. А он нормальный парень. Ну, в том смысле, что он, конечно, 15 лет учился морду бить, там, скакал, прыгал и все прочее. Но по скалам он лазать не умел. А тут, как бы, вдвойне сложно. Потому что подниматься гораздо легче, чем спускаться. И вот, когда он понял, ну, деваться некуда, он начал спускаться. И когда он спустился вниз, а живым и не сорвавшись, он понял, как он говорил, да, что в этот момент я понял, что я стал мастером. Я это, как понимаю? Я это понимаю следующим образом, что в человеке, конечно, нерациональным способом, но каким-то вполне тренируемым способом. То есть, как-то с этим, видимо, работает. Вырабатывается совершенно немыслимое искусство приспособления. То есть, он в состоянии приспособиться к любой ситуации. Он так себя подготовил, и физически, и духовно, что он в состоянии приспособиться к чему угодно. После чего он становится мастером. То есть, у него в его руках действительно любой предмет становится смертельным оружием. Он всегда знает, как действовать в любой свалке, битве и все такое прочее. И даже попавший в какую-то непонятную жизненную ситуацию, он все равно знает, как действовать. Он умеет приспособиться к любым обстоятельствам. Просто на войне это самым очевидным образом как бы видно. Потому что вот кто-то таким образом не приспособился, да, и его разорвало на куски. А кто-то приспособился и в это время спокойно писал в кустах. Вот как бы все дела. Но это как бы предельная рационализация, которая приходит в голову. И тем не менее мы доверяем технике, да, умению. И тем не менее они важны. Они важны, конечно. Это, понимаешь, это тот базис, из которого ничего не вырастет. То есть не может быть такого чуда, что какой-то пацан, который путает право и лево, окажется великим мастером войны, воином и всего прочего. Ерунда. Не, сейчас речь идет о великом мастере в деле выживания, да, насколько я понимаю? Ну да, это определенное выживание. Вот я ее формулирую как максимально развитая способность приспособления к этим обстоятельствам. Просто обстоятельства такие, что снаряды летают, пули и все прочее. Не, ну у нас же архетип, ну если это так, Иванушка Дурачев, чем бы ни делал и как бы криво, его все равно это криво и вывезет. Ну это так почему? Есть же понятие солдат удачи и там и на западе там ездят. Не, это совсем другое. Солвисов форчен. Нет, я имею в виду, что они тоже как бы из-за войны, 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 тем не менее остаются живы как-то. Не, солдат удаченского парка просто пират, по большому счету. Ну да, это просто профессиональный наемник. Ну это другая совсем история. Кстати, вот Иванушка Дурачев, это другая история. У меня все время давнее подозрение, что это какая-то сильно позднейшая, ну как бы сказать, фигура. Мне кажется, в русских народных сказках такого нет. Ну вот тут стоит заметить, в англосаксонском мире это тоже недавно появилось. Кстати, да, вот я например слушал, слушал сказки, ну старые. А старые сказки это чем? Ну как произведение русской ремии русской литературы, то есть в основном там 17 века. То есть не Афанасьев? Нет, ну это то, что Афанасьев собрано. Афанасьев собрал самый старый класс. А почему? Он его собрал во второй половине 19 века? Ну ничего раньше этого нет. Ну так вот, так это и есть поздний Иван Штудорчук у него был там? Нет ни фига там. Он же собрал курочку, он же собрал вот эту вот колобка и все прочее в архаичных формах. Не в литературной обработке. А про трех богатырей? А трех богатыря это другая история, это былины, это не сказки. А как это? Ну, диаметральная. А, сказки передуманы, а былины были? Ну то есть сказки нет, Стас так говорит о других вещах, которые раньше были записаны, потому что то, что Афанасьев это вторая половина 19 века. Кстати, что интересно, былины это легенды. Не было ничего такого слова, сказки, сказки. Ну было? Как у тебя? Откуда у тебя источник? Источник какой? Тоже Афанасьев? Нет, я не помню какой источник. Просто на плейли служба. Греет сердце, да, Стас, что как бы все-таки были великие. Что интересно, допустим, если в этих самых адаптированных литературных сказках, скажем, богатырь это всегда такой как бы романтический герой такой, борец за справедливость, то там в тех сказках богатырь это беспредельщик. Да, да, да. То есть, все-таки это тоже Афанасьев, да? Не, а сказка про братца Ивановка и сестренку Аленушку это про то, что не надо секс иметь с близкими родственниками. Нет, ну это вообще, слушай, ну это уже такая... Тема бы как-то с одной темы на другую перескочили модно. А вообще я бы сказал про сказки, что сказки всегда претендуют на некую парадоксальность, а Ивановка Дурачок, который всех умнее, как бы это парадоксально описывает этот сюжет. Потому что я подозреваю, что это в этом архаичнее присутствует. И у Аглаза Саксов это недавно появилось в виде, я так и не закончил мысль-то, ну это карта «Деньги два ствола», да, это большой куш. Там же по сути это, группа Иванович Дурачков, которая в итоге оказалась удачливей профессионала преступного промысла. Дайте там скорее про то, какая бывает не судьба, как это сказать, как все может повернуться, да, там, неожиданные повороты жизни, скажем так. Но обычно неожиданные повороты жизни ведут, ведут... Но это причем чисто зрительское на самом деле кино, это чтобы постоянно удивлять переменой как бы этого хода, повествований, как бы раз, и постоянно переворачивается. Любая сказка сохраняется только потому, что она находит только у зрителя, правильно, вернее у слушателя. Если они сохранились, то значит они были точно так же зрительскими, как определено для кино сейчас. То есть разницы-то нету особо. Ну это современная мифология просто, и все. Ну что, это какой вывод-то? Что надо, если идешь на войну, то надо доверить свои чуки? Не знаю. Тренироваться не надо? Нет, а почему я тебе сказал, что не надо тренироваться? Надо тренироваться, конечно. Ну Паша уже говорит о том. Дезориентироваться и... Деконцентрироваться. Зачем идти на войну, если самый главный цель будет? Может тогда вообще не идти? Деконцентрироваться. Заранее исполнишь. А она к тебе самую основную придет, если судьба. Ну как судьба? Вот конкретно, на своем собственном примере просто скажу. После второго контракта я залегся брать ствол в руки, да? После конкретно вот того чудовища, которое мы везли, ну в смысле... В общем, ему 19 лет, она с вот такой бородой, да? Ну уже все, уже кадабры. Прием нечищенный автомат, паршивая КМС, прием нечищенные стечки. Я на это посмотрел. У меня уже погоны, в принципе, светили. Я за погонами пошел на второй контракт. Уже погоны светили, все, и все. И с этого момента я по чуть-чуть, по чуть-чуть. Все. И сказал, ствол больше в руки не возьмут. На войну не пойду никогда. А вообще, проблема была. Нашла она меня. Нашла. Я уверен, что даже если бы я очень сопротивлялся, предпринимал бы все усилия к тому, чтобы туда не попасть, что-нибудь бы все равно случилось, и я там оказался. Вот как вот там. Ну это похоже на то, что, как там, от сумы до тюрьмы. Да, да, да. Хочешь, не хочешь, конкретно вот ключевые точки, да? Выпадающие вот выбора перед тобой. Они все равно перед тобой выпадут. И ты все равно, рано или поздно, придешь вот к ключевой точке. Позже, раньше, на год, на полгода, это все равно. Это фатализм какой-то. Нет, это собирание событий. Нет, ну фатализм получается, что не делай, как не сопротивляйся, судьба тебя найдет. Ну, скажем так, хорошо, если бы это была не война, да, ну просто вот ухитрилась бы, там самым-самым-самым хитрым способом бы я бы открутился, отпилил себе ноги и руки, да, просто был бы неспособен. Случился бы тот же самый комплекс переживаний и жизненного опыта, который я обязан был бы получить для текущей точки. Тогда вот так. Не обязательно это должна быть война. Но это комплекс вот событий, да, которые должны переживаться. Это такая концепция судьбы, да. Вот как? Это концепция судьбы. Ну, это немножко другое, о чем я говорю. Судьба это аркаика, да? Да нет, судьба нормальная штука, с которой тоже можно говорить. Но это порядок здةяр. куда-то, весь деньλ и дом. Я стыру. Судьба, братья иigning thee.